О чем умолчали левые СМИ в Америке? Человек, совершивший теракт в Нью-Йоркском метро, оказался агрессивным антибелым расистом. Власти подтвердили, что Джеймс был владельцем аккаунта на YouTube, где он размещал десятки видеороликов, которые были удалены технологической компанией впоследствии. Но согласно обзору в видеороликах «Чернокожий мужчина» Джеймс разглагольствовал о стрельбе полиции чернокожих и неоднократно использовал российские эпитеты против белых людей и латиноамериканцев. Связанная учетной записи Facebook, Джеймс назвал президента Дональда Трампа и его сторонников расистами и неоднократно опубликовал жестокие изображения и мемы, в том числе, в котором говорилось, возможно, вы не можете победить республиканцев, но, черт возьми, вы можете их пристрелить. Несмотря на то, что 62-летний Фрэнк Джеймс ранее находился под вниманием ФБР и был арестован 9 раз в Нью-Йорке, 3 раза в Нью-Джерси, публиковал подобные посты в социальных сетях, с ним никто ничего не делал, так как его высказывания, в общем-то, были похожи на повестку Белого дома. Аккаунт YouTube, принадлежащий Джеймсу, был заблокирован только лишь в среду после его ареста за нарушение правил YouTube. До этого администрация социальной сети не обращала внимания на его шалости. Удивительно, но в сравнении с республиканскими аккаунтами, которые блокируются немедленно за повестку, не схожую с левыми политиками.